Что для нас очень важно и за что приходится все эти годы бороться? За несколько вещей. Это композиция в листе, движение и пропорции. По какой причине? Потому что у людей обычно она уползает, композиция у всех, а о пропорциях и движениях люди чаще всего не думают, потому что им очень тяжело. Но тем не менее мы должны об этом говорить снова и снова. Почему? Потому что даже если становится людям немножко с этим легче, все равно есть над чем работать. То есть получается так, что в этой области те простые вещи, которые объясняются с самого начала, они будут актуальны всегда. Вот такой парадокс. Они будут актуальны всегда, просто с годами ты их лучше поймешь. Вот получается, что с самого начала мы должны фигуру наметить целиком. И вот эта вещь, она для нас не абстрактная. Во-первых, очень многие это не делают, а многие из тех, кто это делает, они часто этот этап, поскольку он для них непонятен, неудобен, стараются побыстрее проскочить. А наоборот, его надо полюбить. И вот получается так, что одну линию провести быстрее, чем две. То есть когда мы фигуру намечаем, то вот фактически, как бы вместо того, чтобы срисовывать контуры, мы намечаем, ну можно сказать, каркасик фигуры. И вот этот каркасик, он всегда изогнут. Причем мы стремимся к тому, чтобы этот каркасик сразу был грациозный. Потому что, если мы его наметим как-нибудь, не знаю, сейчас попробую сделать как-нибудь дубово. Если мы его просто вот так наметим, что в принципе он есть, да, но красивое движение у него не зададим, то немножко будет бессмысленно. А что такое движение? Это в данном случае не в смысле, что модель куда-то идет или передвигается в пространстве, а в том смысле, что формы ее, они расположены не вот так, а вот так, вот так. То есть с разными положениями. И так у людей всегда есть. И это мы всегда ловим. То есть в принципе, человека вот найти в таком вот прямом положении с отсутствием движения внутреннего, это надо очень сильно постараться. Это может быть, знаете, вот есть там в йоге поза трупа, когда он максимально распрямляется. Но и то, если сбоку посмотреть, все равно будет формой работать. Этот момент очень важный. При этом, смотрите, я первыми же линиями охватываю всю фигуру. Этот момент обычно тоже людям сложен, потому что люди, во-первых, двигаются сверху вниз, но они двигаются как? Значительно более подробно. То есть не получается отказаться от прорисовки и сразу намечать всю фигуру. Вот это психологически почему-то очень тяжело. А нужно отказаться и намечать сразу все. То есть полюбить вот этот этап. И поверх мы еще намечаем оси. А в идеале мы стремимся к чему? Что ничего еще нет, только каркасик, а ощущение уже, что она живая. То есть, ну вот вообще говорится, да, что фигуру фигурой делает движение, наличие движения делает фигуру фигурой, а не набором частей тела. Это момент очень важный. И дальше, когда мы обрисовываем фигуру, то у нас получается две вещи. Что мы следим за характерным абрисом частей тела, но при этом через него должно работать движение. Потому что если мы об этом забудем, мы характерный абрис возьмем, но фигура будет смотреться абсолютно как парализованный, неживой. То есть движение, даже если мы его вначале наметили, оно исчезнет практически. Вот, поэтому о нем надо все время думать. Чтобы оно у нас работало. Вот это крайне важно. Вот. И дальше мы занимаемся тем же самым. То есть, обратите внимание, что подробностей еще никаких нет. То есть, реальный человек, он намного подробнее. У него гораздо больше выпуклостей, вогнутостей. А мы их не торопимся перечислять. Мы как бы берем фигуру обобщенно. Но вот это обобщение надо полюбить. Это очень важно. Наверное, обогреватель надо было включить, да? Ничего. Вот. Дальше, параллельно с этим, мы, конечно, думаем об абрисе частей тела. Вот абрис частей тела, он... Важно понять как? Что части тела, они неравномерные. Они расширяются и сужаются. В каком-то смысле, можно сказать, что почти все части тела, они имеют, так или иначе, форму, ну, вот какой-то капли, более короткой или более вытянутой. И чаще всего слегка изогнутой. Если вот некий такой, попытаться, единый какой-то модуль к ним найти. Но дело вот в чем, что сколько бы мы в Бамаса не вглядывались, которого нам, конечно, там полезно листать каждый день. Получается так, что поста очень много, и во всех этих позах части тела постоянно меняются. Поэтому тут невозможно это просто вызубрить. А вызубривается это по факту через годы набросков. То есть тот результат, который начинающие ждут от чтения книг по анатомии или просмотра лекций, на самом деле наступает от набросков. Поэтому, когда мы говорим, что на наброски надо регулярно ходить, нельзя на них забивать, там, раз в неделю хотя бы, или в сумме в неделю должно быть хотя бы три часа, то это, говорится, не нравоучение, а это хотят что-то классное пожелать человеку. То есть классное и необходимое, потому что наброски – это как бы центр рисунка. Можно отказаться от всего за неимением времени, но жертвовать набросками нежелательно, потому что это как бы сердцевина рисунка, можно так сказать. Ну, понятно, что там бывает начальный этап, когда человек как бы ему тяжело, можно сказать, что человек только рисует геометрические тела, пускай мы его пожалеем, пускай набрасывает, там, не знаю, дома какие-нибудь цветы, там, еще что-то. Но как только человек доходит до периода натюрмортов, ну, лично я считаю, что надо обязательно, чтобы он наброски делал. Это очень-очень важно. Вот, и вот получается что? Что мы вот эти вот выпуклости, то есть вогнутости, да, на человеке перечисляем. Но при этом, обратите внимание, что вот то движение, которое мы задали, да, оно никуда не исчезает. Оно, наоборот, еще корректируется. Вот. Но при этом мы работаем длинными линиями, и длинными же линиями при необходимости легко и радостно переносим с места на место. Одна минута осталась. Вот. И если даже вы не успеете ничего прорисовать из деталей, это отличная трата времени. То есть вот эта часть наброска, она ключевая. Она обычно у людей немножко из сознания уходит, потому что, ну, потому что она непривычна. И мы ее проскакиваем, начинаем нагружать большим количеством деталей, с которыми нам довольно сложно справиться. Вот. Поэтому первое, что надо принять, это то, что вот эту стадию надо очень сильно полюбить. И делать наброски регулярно, тогда у вас, соответственно, постепенно это все освоится. При этом их делать надо и показывать. Потому что вы, если начинающие, то вы будете на этом этапе регулярно совершать примерно одни и те же ошибки. И лучше, чтобы вам кто-то про эти ошибки все время говорил. К сожалению, у вас от этого будет портиться настроение, но потом вы привыкнете. Так, давайте, следующее. Так. А можно вот эту вот позу или уже попрощить? А можно лежать? Ключевые моменты бывают вот какие. Значит, первое. Если человек весь вечер рисовал вертикальную позу, а потом увидел лежащую, он, во-первых, может не сообразить, что нужно повернуть блокнот. Это правда. Значит, рисует туловище, доходит до таза, потом понимает, что ноги у него не влезают, а то, что поза-то горизонтальная. Вот это вот регулярно происходит. Если даже человек подумал об этом, он может, ну, во-первых, он может не уместиться. То есть сразу надо прикинуть, где играем, где не играем. И сразу поделить пространство. То есть кроме того, что вытягивается, о чем сейчас поговорим, оно может еще и тупо просто не уместиться. Это правда. Вот. И вот здесь наступает такой момент, что даже в лежачей позе, вообще в любой позе, нам надо задать движение. Видите, вот у меня не умещается. То есть сейчас я буду двигать. Обратите внимание. То есть увидев, что у меня здесь таз, что я могу сделать? Я могу, конечно, его пририсовать, потом начать вот это, и думаю, ну, интересно, что же будет. Потом убедиться, что нога не влезает, и когда приходит преподаватель, ну, объяснить, ну, вы знаете, вот ситуация такая, все не влезло. Но можно таз передвинуть. То есть вот на этой стадии мы можем двигать туда-сюда. Это нормально. И не нужен никакой ластик. И не нужно стесняться поисковых линий вообще. То есть я смотрю, вот у меня вытянутая нога, где я решаю, чтобы она закончилась? Ну, наверное, лучше не упирать. Соответственно, если она у меня здесь заканчивается, то я смотрю, у меня уместится или нет. И если нужно, я сдвину. То есть это то же самое с состоящими фигурами происходит. Потому что обычно, когда растягивается, то нужно не пририсовывать вниз, а нужно не стесняться подвигать и таз переместить. Вот. И дальше наступает часто момент, что фигуры вытягиваются. Почему? Человек рисует вот так вот последовательно. То есть он не видит ситуацию целиком. Ну и плюс ему как-то что-то начинает казаться. Что сильно вытянуто. Поэтому вот на этой стадии, когда мы набрасываем, мы должны как бы не бояться еще и двигать туда-сюда. Не бояться еще и двигать туда-сюда. И ничего не прорисовывать. Видите, вот я сейчас не привязываюсь. То есть я не начинаю делать вот так. То что происходит? Человек привязывается. Ну, он, конечно, уже труд-труд затратил. Он начинает это беречь. Беречь как? Он еще, еще. А чем больше, тем больше беречь. И он абсолютно не становится немобилем. Он не может ничего подвигать. Вот. Наоборот, надо себе сказать, ну, ты не торопись прорисовывать. Зачем? Ты бери общее. И не бойся переносить. То есть вот эти все линии поисковые, они, во-первых, легкие. То есть не надо давить. Во-вторых, я их могу спокойно переносить с места на место. Подумал, ой, что-то вдруг я не умещусь. А, отлично, вот так делаем. И нет, все-таки умещусь. Хорошо, вот так делаем. Нет, все-таки не умещусь. Ну, сюда, хорошо. То есть это не нужно потом бежать за ластиком, там его стирать или прятать там ластик, где вы, видишь, без ластика рисуете. Просто пускай они будут. Ничего страшного. Их не нужно стыдиться, этих линий. Вот. И, соответственно, нужно прикинуть, как все вместе. Как бы вам не было неудобно, нужно прикинуть, как все вместе. Про то, что перебежать с места на место, я вам сейчас еще на следующем наброске скажу. Вот. Значит, соответственно, мы раскидываем все. Мы не прорисовываем, мы раскидываем. Но мы раскидываем изогнутыми линиями. Вот здесь момент камень преткновения. То есть человеку сложно к этому привыкнуть. Он не может вести длинные линии, не может их изгибать характерно. И выбирает момент срисовывания. То есть очень быстро сдается и начинает рисовать какую-нибудь мелочь. Ну, больше не получается, ладно, я хоть это буду делать. Но все-таки нужно этот момент преодолевать. Вот. Если ходить на наброски раз в год или раз в два года, это очень сложно преодолеть. Практически нереально. На наброски надо ходить постоянно. И вот этот момент надо решать. Вот. Чтобы они были. И вот дальше такой момент. Желательно, чтобы не было в любом наброске не было резкого перещелка. Что ты как бы вот все это нарисал, а потом сразу раз. Ох, ну все. Глаза, зеркало души. Все такое, значит. Нет. Наоборот. Ты занимаешься уточнением движения и обобщенных форм. Детали как бы сами проникают. А ты от них еще и отмахиваешься. То есть ты как бы не торопишься их впускать в рисунок. То есть обобщенно. Это очень важно. Обобщенно. Но в этом обобщении формы мы ищем характерные. Я понимаю, что это все сейчас звучит как некие избыточные требования, но тем не менее нужно эти требования к вам предъявлять. Сейчас сразу тогда поговорим про технику, а потом поговорим про перебегание с места на место. На самом деле можно все спокойно рисовать карандашом. Совершенно спокойно. Но можно и обрисовывать чем-то более дополнительно, кроющим. Можно сразу делать наброски линиером. В принципе механизм один и тот же. Но первое время наверное вам будет удобнее, если вы вначале будете карандашиком намечать. Но это не обязательно. Потому что если вы будете вначале намечать линиером, то у вас чуть будете требовательнее к себе. А к тому же линером тоже можно сначала легонечко вот так вот. и вот этих вот первых поисковых слоев не нужно как бы бояться. Если будет облако из линии, вы просто более верные линии, более поздние, потом сделаете поконтрастнее немножечко. И будет нормально. Если я что-то непонятное буду говорить, вы спрашивайте. Если что-то слишком понятное, то кричите дальше, дальше. желательно, чтобы линии были неодинаковые. Потому что если линии одинаковые, то скучно. Что касается головы, очень важный момент какой? Мы ей задаем положение. То есть мы не срисовываем лицо, а мы задаем ей положение голове. Она часть фигуры, она тоже содержит движение. За счет того, что есть шея. Сама голова не гнется, а вот шея гнется. поэтому получается, что вместе они тоже работают на движение. Поэтому те, кто оставляет голову на потом и потом ее просто допустим приделывают, они теряют часть выразительности работы. Вот. Что касается каких-то светлых материалов, они приобретают смысл с того момента, как у нас наша бумажка, она ну хотя бы нейтрально серая по тону, не по цвету, потомна. То есть, если бумага светлая, конечно, белый материал смысла не имеет, потому что не видно. Но если она серая, то уже ее, во-первых, видно этот белый материал, а во-вторых, он оправдан, потому что немножко темновато смотрится работа, если они серые и на них еще темным материалом нарисовано, то есть просто они с умрачными становятся. Вот. Значит, мы вроде как светлые места вроде как с натуры стараемся брать. Это логично и так далее. Но тут надо смотреть, что все-таки это не длительный рисунок с натурой и нет задачи полноценной передачи тона, как там. Это все-таки вещь короткая, короткая, значит, условная. Вот. Поэтому мы какие-то пятна берем и мы смотрим вот на основе натуры, но более-менее, чтобы оно интересно работало. Интересно, что это значит, что пятна не должны быть в большом количестве одинакового размера. Примерно одинаковые. вот даже если они разной формы, например, одинакового размера, то наступает монотонность. И поэтому надо смотреть. Давайте... Снимать не надо, пожалуйста. Если у вас там где-то есть... А мы у вас не снимаем. Да. Модель не снимаем. А, вот. Этот самый... Значит, вот посмотрите, сейчас момент расскажу по поводу лежачих набросков. Значит, так, сейчас я вам подпишу. Так. У кого еще блокнотик наготове, кому набросок подарить? У меня нет. Да, давайте. Значит, по поводу лежачих набросков. Да. Тут такой момент. Смотрите. Честно говоря, не знаю, удастся это сегодня или нет, но в целом я людям советую не относиться к тому месту, на котором вы сидите, абсолютно как-то так вот, как к какой-то данности. Да. То есть вы можете подумать, встать и походить. В этом ничего плохого нет. Нормально подумать, конечно, у вас не получится, потому что у вас не будет времени, наброски – это всегда стресс. Но в первую секунду вот обычно выглядит так, что новая поза. В момент надо побежать куда-нибудь и посмотреть, где еще какой-то интересный вид. Даже если он там будет не сильно интересный, но у вас будет ощущение, что вы хоть что-то сделали, какое-то мяу-мяу, ну, какое-то активное действие. И так сидеть не будет. Вот. Ну, давайте куда-сюда пойдемте все. Вы отсюда рисовались. Тут важный момент. Вам, конечно, сейчас будет ничего не видно, что я рисую. Вот. Я смотрю сейчас сверху немножко. Тоже момент. То есть не обязательно всегда сидеть, когда делаем наброски. Но если мы стоим, надо подумать об удобном положении, потому что, ну, как бы, да. Но тут положение не должно быть вот такое. то есть а должно быть такое, что вам более-менее видно, но при этом вы не преодолеваете все время, что у вас руки трясутся, и вам невыносимо тяжело рисовать. То есть нужно нащупать какую-то удобную позу. И вот получается так, что получается так, что сейчас чуть правее я встану. Получается так, что другой какой-то ракурс может быть интереснее, да, чем то, где вы сидели. В частности, если, допустим, поза вытянутая по горизонтали, а вы перебегаете вот так, то она становится менее вытянутой, ракурс становится более сложным, но нужно быть готовым к тому, что вы вот так будете делать. И в общем-то стирать, наверное, некогда. Все равно. То есть не нужно комплексовать из-за того, что лишние линии есть. Как быть? Смело чекать вверх? Конечно. Ну да, ну а что такого? Ну мы же не для заказчика делаем. Для заказчика обычно делается имитация, то есть некое красивое подобие работы. А настоящая работа, она не обязана быть супераккуратной. момент очень важный. Вот. И соответственно, здесь уже что мы видим? Вот вместо чего-то вот такого мы видим что-то вот такое. Оно как бы интереснее. То есть нужно не бояться перебегать. Вот. Но может быть может быть перебежать еще в другое место. Вот. Просто обычно из-за того, что никто не встает, то люди естественно стесняются. То есть человек думает ну что я первый что ли встану со стула и куда-то перейду а что бы мне подумаешь что я человек который может встать со стула это же невыносимо. Вот. Будут думать что я неприличный человек который во время набросков может поменять точку. Надо еще вот так вот делать. А что они сидят? Что они сидят что ли? Да я понимаю да это понятно. Но с другой стороны надо иметь ввиду что просто ваш набросок он ну будет более интересный или менее интересный. помогает как бы не стесняться некий азарт. То есть ты входишь в такое азартное состояние что тебе жутко интересно и тебе уже становится все по барабану. Да такие люди есть. Вот. Поэтому вот этот момент надо учитывать это не только к лежачим позам относится это к любым позам относится. То есть ну то есть не нужно здесь вот прям не нужно как бы думать что ты обязан на стуле просидеть весь вечер что тебе вот выпадает то есть чаще всего конечно так удобнее потому что ну особенно если у тебя там табуреточка кофе там фломастера разложена это понятно я тоже не очень люблю так перебегать но с другой стороны ну иногда ты видишь о а там-то что-то класснее а у меня-то скучно тогда ты берешь что успеваешь схватить и бежишь ну вот эти я оставлю специально недоделанными для чего чтобы эта стадия она вам была видна потому что обычно когда наброски доделаны то на этой стадии никто ее все равно не обращает внимания то есть основные мои усилия уходят чтобы люди начали вот это делать то они делают поверх а вам все равно будет стыдно но понимаете вы никогда не покажете что-то приличное почему потому что если вы покажете что-то приличное это означает что преподавателю надо с вами расставаться почему ну потому что он вас всему научил а если преподавателю он бессмысленен если преподавателя нет надо его искать а чей-то вы окна а как двигаться дальше да двигаться дальше надо ходить на наброски каждую неделю пойдемте ну кстати вот отсюда тоже можно сейчас давайте я короткие нарисую если даже вот так вы решили пускай другие бегут а я останусь здесь вот потому что здесь моя родина я никуда не пойду то смотрите туловище это не не бревно оно имеет изгиб но я могу к сожалению его недостаточно показать покажу-ка я его посильнее потому что я такой ну вот не очень беру изгибы все я все делаю немножко невыразительным дай-ка я посильнее изогну пусть меня ругают за то что я слишком сильно беру движение да чем за то что я их недостаточно беру этот момент довольно важный вот соответственно должен быть некий замах в нас как некая тенденция взять движение сильнее чем то кажется достаточным ну это это не самая плохая как бы ошибка если движение слишком сильно берешь ну обычно все косячат пропорции недостаточно дают движение делают короткие ноги большую голову все одинаковое все как палки еще не смотрят что они делают рисуют уткнувшись и так далее все что было утром все что было утром это обычно за исключением нескольких человек вот обычно контрапост еще показать наверное да сейчас у нас это закончится да я тогда расскажу про контрапост ну это классика но вдруг кто-то не все еще знает про контрапост вот значит когда мы намазываем беленьким что важно не намазать одинаково то есть грубо говоря вот должна быть зюка не одинаково вот не надо делать вот так потому что это скучно но к сожалению это понимаете рассуждать легко ведь наброски это экстремальный вид рисунка человек естественно не соображает что он делает поэтому об этом надо говорить снова и снова почему потому что ну не получается просто покивать сказать да конечно я теперь всегда буду рисовать разнообразно потом ничего не получается ты все понимаешь но ничего не можешь поэтому и нужны годы тренировок но что важно это не значит что годы тренировок вы порисовали потом все сказали о годы тренировок случились можно теперь не ходить на наброски это наброска надо ходить всегда потому что иначе техника она падает она как приходит так и уходит да поэтому белый медведь пришел ушел вот ну это не буду рисовать сейчас будет пикать можно еще от контрапост пожалуйста любой у кого еще есть блокнот кто хочет набросок получить первая же так значит тут важный момент смотрите вот по поводу контрапоста какой вот помимо изгибов нам еще нужно следить за вот этим то что можно прекрасно показать изгибы она будет заваливаться туда или сюда то есть в сидячих лежачих позах это вообще не страшно не видно и никому не понятно если поза стоячая то она не должна заваливаться ну вот считается по классике что якобы еремная ямка она должна попадать вот на эту точку на стопе здесь я ходил специально в пушкинский музей ни одной статуи этого нет но давайте порассуждаем логически вот если она будет выходить сюда наружу то фигура сюда будет падать если она будет между ногами попадать проекция еремной ямки но ничего просто будет меньше опоры на опорную ногу больше опоры на согнутую ногу да вот поэтому я бы исходил вот из этого из этого поверье да что сюда но по мере хотя бы не делал туда наружу чтобы не вывалилась вот а так но вот самая классика контрапоста она в чем то есть контрапост это противостояние у нас получается так что если мы вес тела перенесли на одну ногу вторая ножка у нас расслабилась то есть у нас таз наклонился ну и поскольку вот так человек стоять не может ему естественно неудобно да то чтобы это компенсировать плечи наклоняются вот так контрапост ну как бы как как бы как бы расслабляет большее количество мышц ну первое время позировать конечно тяжело вот поэтому если вы вдруг попадете на рисование контрапоста то надо вот во всех позах которых длительных обычно нужно подождать чтобы натурщик укоренился то что обычно сначала стоит один а потом он меняется а вот контрапост надо сразу брать потому что обычно через достаточно небольшое количество минут они начинают сгибать колено потому что она болит и переносить вес тела на вторую ногу позировать контрапост тяжело и очень немногие женские модели позируют его на длительных постановках но просто некомфортно очень вот то есть это поза как бы естественная красивая надо на себе почувствовать но она красивая первые там две минуты после чего но приятно а потом она перестает быть приятно вот соответственно значит получается что вот у нас вот эта ножка она не вертикальная то есть если бы было вот так и я ножку поднимаю тело сюда упадет это понятно да поэтому происходит вот так то есть когда нога одна освобождается то тело делает сюда движение да и происходит так что вес тела вот сюда попадает вот это довольно важный момент кроме того контрапост может иметь свои вариации но если вы сами вот дому потренируетесь то вы почувствуете что когда вы в него встаете а вам тренироваться чтобы прочувствовать его на себе то у вас над опорной ногой плечо чаще всего идет назад то есть получается у нас вот сейчас сюда посмотрите вот это вот нога у нас опорная она имеет движение вот такое и вот здесь плечо она чаще всего назад идет а над согнутой ногой плечо идет вперед вот поэтому в искусстве есть такой термин пламевидная фигура когда они это еще утрировали вот этот момент то есть вот фронт таза и фронт плечевого пояса они как правило не параллельно то есть происходит такая скруточка вот это две вещи из которых складывается контрапост то есть это контрапост то есть противостояния вот этих вот линии и вот такая вот скруточка вот вот этот момент при этом смотрите что важно все равно мы смотрим на пропорции все равно мы смотрим на обрез частей тела и рисуем мы вот такими движениями рукой то есть за одно движение рука делает два изгиба вот утром практически очень мало народу это дело но с годами надо это преодолеть а лучше с месяцами потому что вот если мы вот так делаем то это какая-то ерундистика почему скорость теряется человек перестает вот так воспринимать он начинает вот так воспринимать и когда он вот так воспринимает тон отдельные части тела может прекрасно срисовать но не будет вот этого не будет работать вместе вот а так вот получается что для чего нам нужны постоянные тренировки потому что какие бы красивые слова нам как бы на уши не вешали все это абсолютно не работает не будучи как бы завоеванным нашими усилиями вот кстати обратите внимание что вот этого движения и потом посмотрите в искусстве она здесь тоже продолжается она здесь не заканчивается поэтому те кто там через пять минут приходишь головы все еще нет ну как бы а зачем то есть они просто теряют кусок выразительного движения они как бы голову представляют потом вот что еще важно значит ступни норовят растянуться обычно вниз поэтому нужно как бы посмотреть чтобы она вот у нас на рисунке вот так вот не делала такое происходит само это вот наше свойство поэтому нужно как бы вот сознательно от себя их вот так вот на своем рисунке да ну можно на натуру посмотреть при этом вот значит соответственно вот мы двигаемся такими длинными линиями и не боимся длинными же линиями с места на место переносить туда-сюда нажим у нас при этом не одинаковый почему не одинаковый потому что у нас то прижимаем это отпускаем но кстати обеспечить одинаковый нажим можно только если рука не шевелится если мы пальцами вот так вот шевелим то в принципе вот смотрите он сам по себе не одинаковый получается то есть пальцы надо включать чтобы они работали есть другой тип набросков вот такой сейчас очень модно и когда все вот так вот делают вот он удобен для чего чтобы линия за счет вот того что тоже она как бы играет работает но при этом если люди делают только так у них рука как была деревянная так и остается поэтому я не уверен что надо делать часто вот когда мы намазываем беленьким то мы намазываем не одинаково мы где-то намазываем сильнее где-то слабее причем смотрите то есть где-то сильнее а где-то легко если так получилось что ни о чем не думали как обычно это я про себя и а почему кстати потому что наброски это экстремальный вид рисунка там не удается порассуждать того что и что выросла то выросла но с годами постепенно чуть-чуть будет полегче вот если все сделали одинаковым то надо подумать может быть что-то взять хотя бы фоном какое-то пятно чтобы они не были равновеликими то 6 они будут равновеликими то они не будут соответственно интересно смотреться они будут спорить между собой вот ну что нибудь да либо какой-нибудь косяк на фигуре замазать там неожиданно увидеть тень ой там же все в тени ну то есть ошиблись допустим это особенно в акварельных набросках актуально там увидели что все накосечили взяли залили большим пятном все выгодить о как стильно какая у вас красивая графика вот ну а те кто рисует они понимают что красивая графика это но это как марафет навести то есть на самом деле это момент такой он не говорит об уровне рисунка совсем спасибо так а у нас еще у нас когда заканчивается еще один да ну да сейчас еще один рисунок соответственно что у нас получается в разных ситуациях вот ситуация сидящей фигуры вот надо по подумать начали можно даже на натуру посмотреть то есть то есть не надо сразу начинать рисовать надо вот так сделать посмотреть да но она вот с разных точек будет очень разная она будет там вытянуть и то есть там будет горизонтали а там будет вертикаль но если квадрат то все равно но тут тоже надо подумать что если, например, квадрат, и вы рисуете вертикально, надо сразу подумать, где у нас крайние точки, то есть какие части тела выступают. Правда, потому что иначе мы не подумав, мы начинаем рисовать, а потом мы замечаем выступающие части тела, когда уже нам жалко всего, и у нас уже все нарисовано. Почему важно начинать намечать всю фигуру сразу, и если что, то не бояться подвигать, то есть это как раз относится к композиции. Но это сочетание композиции с пропорциями, потому что если мы накосячим в пропорциях и будем их исправлять так, что все вылезет, то это будет хуже для композиции. Поэтому если мы понимаем, что мы накосячили, а обычно мы всегда на этой стадии утрясаем пропорции, то нужно смотреть, что двигать, чтобы композицию не испортить. Может быть, лучше не наращивать, потому что мы обычно склонны наращивать, а может быть, что-то ужать. Вот этот момент важный. Что касается касания локтя и колена, так же, как мы говорили про голову и колено, вот на этой стадии надо это утрясать сразу и не бояться подвига. Потому что человек начинает работать отдельно, и потом он понимает, что, оказывается, предплечье у него, ну, обычно слишком большое расстояние получается, предплечье слишком длинное надо делать. Вот. То есть момент такой, что когда мы говорим, что нужно сразу охватывать всю фигуру, это не нравоучение, а это, ну, это как бы практика. То есть это вопрос удобства. Вот сейчас, например, я стопу намечаю, и я должен посмотреть. Может быть, мне не стоит вот здесь ее рисовать, голень. Понимаете, да? Потому что у меня не влезет. И лучше я ужму, пододвину, потому что очень часто мы первые годы начинаем добавлять. А ужать-то можно. Понимаете? То есть лучше я пододвину. И смотрите, ну вот, я не знаю, никакого ластика у меня нет. Да, у меня много линий. Ну и что? Ну, ничего страшного. Обычно не так, если они на камеру. Ну, обычно, да. Обычно у меня их поменьше, но в данном случае я вам должен показать процесс. То есть нужно, чтобы вы вот эту стадию полюбили и не боялись на ней общей линии намечать. Потому что иногда люди еще, видя очень аккуратные, более профессиональные наброски, ну, не более профессиональные, людей с большим опытом, они пытаются сразу тоже делать так же аккуратно, без косяков. Не надо так делать. Надо не бояться. Вот, смотрите, вот. Ничего страшного, это же главнее. Это формирование правильной привычки. А если происходит момент такой аккуратности, осторожности, осторожности, то это может быть в двух случаях. Один вариант хороший, когда ты это все делаешь мысленно, а второй вариант, когда у тебя это не поставлено, и ты, как бы, минуя этот этап свободного накидывания, пытаешься сделать красивую, ну, можно сказать, имитацию. И тогда там, тогда никому такая аккуратность на самом деле не нужна, потому что это подмена. Вот. Это как эскизы, знаете, есть эскизы настоящие, да, которые можно профессионалам показывать, есть эскизы для заказчиков. Вот, эскизы для заказчиков должны быть аккуратные. Ну, это псевдоэскизы, там нет жизни никакой. Вот. Потому что настоящие эскизы, это вот... То есть там понятно, что идет работа пятнами, массами, ритмами. А если мы видим, там, красивый, там, цветочек или домик, да. Почему? Ну, потому что заказчики, они лишены художественного восприятия и воображения на 99%. И это была гигантская проблема во все столетия. И поэтому с ними невозможно об искусстве говорить, они же не понимают ничего. Поэтому им надо давать то, что они хотят, иначе они испугаются. Вот. Значит, когда мы намазываем беленькое, или когда мы делаем линером что-то, вот в какой последовательности, это не важно. Другое дело, что по вот этому жирному, линером, конечно, рисовать неудобно. Поэтому можно это белое оставлять на потом. Но важный момент какой? Смотрите, мы, когда белые пятна делаем, желательно, чтобы они тоже вот некую пластику имели. Какую-то. Чтобы они были неравнодушными. Все, что я вам рассказываю, я вам рассказываю на вырост. С запасом. Большинству из вас. Кому-то, может быть, уже пора. Но говорить об этом все равно надо. Может быть, что-то обобщить. Например, понимая, что не могу я большое пятно создать. Хорошо. А ты продли здесь. У тебя будет длинное пятно и, допустим, квадратное пятно. То есть они уже будут не одинаковые. Уже будет что-то интересненькое. Ну, можно, конечно, здесь где-то намазать. Но обычно не до фона. Потому что никто не успевает. Сколько времени не выделяй, никто не успевает. Вот. Можно подумать, может быть, здесь где-то размазать. Может быть, вот ножку там нам побелить. Чтобы хотя бы они разные были. Ну, по крайней мере, вот эти крупнее, а эти меньше. Вот. И что касается каких-то штучек более контрастных, тут очень важно тоже не работать монотонно. Потому что, как только у нас очень контрастный инструмент, мы начинаем сразу везде... Перерыв, да? Ну, тогда давайте перерыв, а я сейчас дорасскажу. Так что вы слышите. Вот. Мы начинаем им везде фигачить. Вот так. Вот. Но тогда надо, чтобы, если вот так контрастно, чтобы там тоже какая-то игра была. Но проблема в том, что чаще всего мы делаем все равно грубо. И поэтому нужно как-то себя настроить на неодинаковость нажима. Проще всего это сделать так, что мы тонкие тоже задействуем. То есть, не просто средние и очень жирные, да? А если мы еще такие вот тончайшие, какие-то легчайшие задействуем, если не получается тоненько, то хотя бы вот пунктируем. Тогда получается, что мы больше диапазон берем. А есть какой-то закон, где толще или дальше? Возможно. Я слышала то, что линии, которые дальше, их вот нужно тонко, а которые ближе, их жирные. С одной стороны, да, но мы не можем это применить напрямую, потому что как бы тогда у нас ну, может быть, что-то мы потеряем, потому что, например, какие-то есть места темные, какие-то места теней, да? Поэтому я бы, честно говоря, попробовал, ну, можно попытаться какой-то закон вывести, у меня как бы ничего такого нет. Ну, вот где-то на сгибах там подкали. Ну, у меня просто вот есть такая дурацкая привычка, я делаю вот так. То есть там где линия заканчивается, у меня рука, но я не уверен, что так надо делать всегда. вот тут, мне кажется, гораздо важнее сам факт, что вы должны не одинаково, ну, допустим, возникли, вот сейчас, если сделать эти все такими же, да, получится вот здесь усиление, здесь усиление, здесь, то где-то, может быть, больше тогда, чтобы было темное, более светлое. Но если мы опять же на каждой конечности это дадим, то получится опять монотонность. Получается, что мы где-то должны в масштабах всей фигуры дать, может быть, темное пятно, а где-то, может быть, в масштабах всей фигуры самое светлое попробовать дать, чтобы у нас не было одинаковой концентрации темных и светлых пятен, чтобы не было, как на шахматной доске. Вот, но при этом проблема в том, что обычно вы в набросках об этом не успеваете подумать. Вот, но с другой стороны придет какое-то время и вы будете успевать мазать. Мы обычно боимся на фигуре темное намазывать. Почему? А, постели, потому что мы думаем, но ставим задачу полноценной передачи тона, как в жизни. Это не длительный рисунок. Можно ее ставить, можно и в коротких пытаться подобрать пастель, которая будет похожа на тело и так далее. Но, с другой стороны, короткая работа условная по-любому. И лучше, чтобы у нас была разнообразная графика, раз уж работа короткая, она не может быть полноценной потом, чем она будет, например, равномерно, не знаю, равномерно бледно-розовая, скажем так. Поэтому, конечно, удобнее это делать на основе натуры, такие пятна, то есть туда все равно смотрим, но немножко ее утрируют, потому что натура, она же разнообразна по тону, и тогда надо делать длительный рисунок. А мы делаем короткий, значит, мы должны утрировать все равно, то есть немножко от себя что-то объединить. И далеко не всегда освещение такое, что это осталось только взять и срисовать. Потому что вот она нам надо каждую постановку долго выставлять освещением. А наброски это такой вид рисунка, знаете, как вот фотографии есть, когда фотограф долго выставляли, а другая потом щелкает и там из тысячи один хороший. Наброски это все-таки вот этот вариант. Вот, поэтому мы от себя смотрим, ага, вот что-то мы намазали, может быть, взять что-то с чем-то объединить там. Очень часто мы в этом эксперименте терпим поражение, потому что думаем, ну и зачем ты здесь это намазал. 5 минут, там, минуту назад было лучше. Но нам нужны эти эксперименты, потому что тогда мы за счет этого начинаем чувствовать, что будет через минуту, через секунду. Да. И надо все время разные материалы осваивать, чтобы все время быть в состоянии начинающего, то есть не окапываться. потому что все равно, если вы каким-то одним материалом будете постоянно делать наброски, вы очень скоро почувствуете, если не в рисунке уверенность, то хотя бы по графике. И там некая ловушка наступает, человеку начинают нравиться графические его работы, они еще, может быть, плохие по рисунку, но очень стильные становятся. И ему хочется в этом вот омоте остаться. Надо себя выпинывать на разные материалы, чтобы не окапываться окончательно. Давайте я что-нибудь беленькое намажу, это очень сумрачно. Вот проблема как бы проблема набросков на темной бумаге, что все-таки не должны они быть сильно темными, поэтому светлый материал надо его немножко не забывать тоже побольше использовать. И получалось, что все в сумме очень темненькое. вот так, ну, это чья? Вот, но через некоторое время в результатах наброски с натуры они становятся способны другими глазами смотреть на чужие наброски. Они становятся способны их просто как брать на вооружение. поэтому, когда я говорю, что у нас есть плейлист наброски, где я сижу и рисую несколько десятков серий, то в общем-то, не знаю, если бы когда я учился, то у меня был бы такой такой плейлист, мне бы, наверное, было бы намного легче. Спасибо. И чем это отличается от чтения книжек по анатомии? То, что когда ты смотришь, какими именно действиями человек действует, да, это не слова тогда, а ты запоминаешь просто, ну, даже движение руки. вот, но для этого надо несколько месяцев хотя бы выдержать, вот если вы только начинаете, да, потому что первое время просто будут очень грубые ошибки, и они вам будут все нагрузки отравлять, а потом немножко становится легче. и, то, ну, и, Продолжение следует... 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 Поехали.